О сохранении межконфессионального мира, возрождении духовных святынь и благоустройстве белорусской земли. Глава государства сегодня посетил Свято-Успенский Жировический Ставропегиальский мужской монастырь. Это святое место для всего православного мира и особое для нашей страны. Здесь находится одна из самых почитаемых христианских святынь. Единственный в мире нерукотворный образ Божией Матери и самая маленькая на планете каменная икона. Ей на протяжении пяти с половиной столетий молились люди разных конфессий и социальных статусов. В храме состоялся краткий молебен. Это была возможность проникнуться атмосферой уникального места. Александр Лукашенко зажег свечу и иконы Жировической Божией Матери. Монастырь, который за пять веков переживал несколько этапов разорения, стали восстанавливать четверть века назад уже в независимой Беларуси. Под патронатом президента была создана специальная программа возрождения Жировической обители. Были отреставрированы, отремонтированы и воссозданы здания семинария, общежития, трапезных. Обустроены святые источники, которые в советское время закатывали в бетон. Как бы ни было сложно, от заботы об этой духовной площадке не отказывались. Сегодня глава государства поручил в течение ближайших трех лет окончательно благоустроить не только монастырь и его территорию, но и сами Жировичи. Жировичи – это у нас городской поселок или просто агрогородок. И часть этого агрогородка – это монастырь и храмы здесь. Что надо сделать? Надо представить мне план модернизации полностью этого поселения от центра до окраин, что называется, по принципу Копуси. Надо сделать здесь, ну, слушайте, ну как Копуси? Улицы, улочки, переулки, дороги. И все должно сюда сходиться, к монастырю. В идеальное состояние надо привезти эти тысячу гектар. Это должна быть жемчужина. И она смотреться должна как жемчужина. Я вам обещаю, что деньги мы полностью под потребность выделим. Но, как Владыка говорит, по-хозяйски. Не надо размахиваться, и времена не те, да это и неправильно будет. А вот сделать, как мы делали в Копусе, это надо здесь все сделать. В Жировичах состоялся разговор президента с духовенством. Беларусь прошла непростой период в последний год. Помимо пандемии не прекращались попытки сломать страну, но блицкрик провалился. Старались подключить к этому храмы, но православная церковь справилась. Однако самоуспокоение быть не должно, тем более, что экономическое удушение и информационные атаки продолжаются до сих пор. Вот в этом глобальном противостоянии есть отдельные эпизоды, которые имеют фундаментальное значение для существования беларусской нации. Один из них, мы это наблюдаем в последнее время, и с нашим патриархом мы недавно обсуждали эту тему, попытка сломать православие в Беларуси. Проверенным путем идут объявления автокефалия. Письма пошли в Константинополь, письма пошли к нашему патриарху, он об этом мне говорил. Да и тут мы видим уже этот разворот. Наталье Ивановне я поручил, чтобы она осуществляла между руководством страны и владыкой контакт, чтобы мы, не дай бог, скажу откровенно, по-народному не проспали этот момент. Мы должны сделать все, чтобы главное наше достоинство, межконфессиональный мир, сохранить Беларусь. Начинают бить по межнациональным отношениям, противопоставляя поляков белорусам, белорусов русским, евреям, татарам и так далее. У нас-то живет их, пусть небольшое количество разных национальностей, но, по-моему, за сто. И если, я в это даже не верю, но если вдруг вспыхнет межнациональная рознь, о чем я вчера говорил на краю нашей страны, нашего государства, если вспыхнет межрелигиозная рознь, мы страну не удержим. Этого не будет, я сразу говорю. Но мы должны быть готовы ко всему. Мы не должны допустить, чтобы в нашей стране мирной, спокойной, где существуют основные, главные конфессии, мирно уживаются, были порушены наши святыни и наша вера. Возрождение святынь, обновление храмов, сохранение наследия всегда находило поддержку на государственном уровне. Это наша духовность, наша история и жировический монастырь тому яркий пример. Кстати, немало сил обновлению монастыря отдал митрополит Филарет. Почетный патриарш и экзар всей Беларуси выбрал жировическую обитель для своего последнего покоения. Президент почтил память владыки и оставил на его могиле корзину с белыми розами, любимыми цветами митрополита Филарета. Он возглавлял белорусскую православную церковь более двух десятков лет. Продолжение следует...